Для моделирования разных объектов, особенно в глобальных сетях, нам необходимо разные дополнительные параметры сети моделировать, как то задержки, джиттер, потеря пакетов, смена порядка пакетов, их нарушения, разрушения пакетов и так далее. Для этого есть модуль V3Linux, он называется NetM, и с помощью него мы научимся работать такими параметрами сети. В данной работе мы ограничимся только задержками джиттером в сетях, это будет цель нашей работы, соответственно, задача им будет познакомиться с тем, что есть задержка, как ее измерить, как это работает в сети, то есть понятие о дисциплине очередей Linux, посмотрим, как моделировать глобальные сети с помощью NetM в рамках Mininet, будем добавлять задержку, будем добавлять джиттер, причем можем не просто задавать их, но и вносить некую корреляцию между пакетами, и кроме того, задержки могут быть распределены по разным распределениям, ну и мы посмотрим, как их задавать. Структура у нас такая же, то есть мы подготовим сеть, сделаем интерактивный эксперимент и выполним потом воспроизводимый эксперимент. Давайте посмотрим теоретические сведения. Ну что такое NetM? Это маленький эмулятор, модуль эмулятора, он создан для тестирования производительности и в реальных сетях, и в приложениях лабораторных, где СССР виртуальная сеть. Соответственно, там определенные параметры можно генерить, ну вот, задержку, дублирование, потери пакетов, то есть то, что возникает в глобальных сетях из-за того, что наши линии передачи не идеальны. NetM это сам по себе модуль, он связан со структурой дисциплин обслуживания ядра Linux, и у нас есть утилита командной строки для работы с такими дисциплинами обслуживания. Значит, ну да, протокол IP у нас по умолчанию делает дисциплину обслуживания типа FIFO. Первый пришел, первый обслужен, ну или как она еще по-другому называется очередь. Соответственно, у нас, как и у любой очереди, есть два интерфейса. С одного интерфейса приходят пакеты, а с другого они выходят на обработку на сетевой устройстве. Ну и на вот эту вот очередь мы можем разные дисциплины обслуживания на этой очереди делать. Мы можем разные параметры задавать, и она устанавливается на интерфейс. Ну и вот у нас задержка. Что есть задержка? Ну вот представьте у нас два коммутатора. Пусть будет мы рассматриваем коммутаторы, пока не доходим до маршрутистаторов. Это более простая вещь. И вот у нас пакет выходит из одного коммутатора, приходит из другой. Но поскольку на каждый путь тратится определенное время, то пакет приходит не мгновенно, а с определенной задержкой. Но вы же знаете частную теорию относительности. Максимальная скорость распространения информации и сигнала. Это скорость света. Естественно, скорость распространения в канале зависит еще и от среды передачи. То есть среда передачи может уменьшать скорость распространения сигнала. Естественно, в оптоволокне быстрее распространяется, витой паре медленная. Но все равно эта скорость мало отличима от скорости света. То есть фактически у нас распространяется электромагнитная волна. И наш провод, витая пара, оптоволокно и так далее является всего лишь навсего волноводом. То есть к ней, грубо говоря, прицепляется электромагнитная волна и добирается из пункта А, пункт П. Ну, задержку посчитать достаточно просто, как вы видите. Возьмем расстояние между двумя точками и поделим на скорость света. В сетях, как вы знаете, есть характеристика такая, время двойного двойного оборота. Это время, которое необходимо пакету для прохождения от правителя, получателю и обратно. Ну, обычно, когда берут сеть, то время двойного оборота считается по самым удаленным точкам. И, конечно, если бы только распространялась по проводам, по физической среде сигнал электромагнитная волна, туда-сюда возвращалась, это было бы идеальным случаем. Но у нас по пути попадаются разные другие элементы. Ну, коммутаторы, маршрутизаторы. На маршрутизаторах есть сетевые карты, у которых есть свои буферы, которые вносят задержку. На ней есть разные дисциплины обслуживания, рассмотрения пакетов. Тоже вносится своя задержка. И вот задержка возрастает. Но если у нас сеть достаточно большая, так что элементами задержки на устройствах можно пренебречь, то, в принципе, время двойного оборота является достаточно хорошей оценкой задержки распространения сигнала. Подготовим стенд. Опять у нас стандартная сеть 10.0008. Топология простейшая, то есть один коммутатор и два хоста. Ну и вот с этой топологией мы и будем работать. Будем задавать параметры задержки на интерфейсе первого или второго хоста или на них обоих и с помощью пинга смотреть простейший способ проверки задержек. Мы будем, сделаем каталог на виртуальной машине worklab.netem. И поскольку у нас нетем, у нас две лабораторные работы. Вот и это латинская единица. Будет первая и вторая лабораторная работа по этому модулю нетем. И будем работать.